Мы сегодня ходили в храм, уже получше стояли. Но в храме все время это беспокоится. Он даже не осмотрел, даже одну минуту не может он сидит. Вот такое вот поведение. Это признаки очень нехорошие. Стоит впереди Илюша, стоит нормальная. Все, даже маленькие стоят. Ты посмотри, как стоит Назарий, Варлам. Там глядеть не на что, маленький, он стоит никуда не так. Тебя прям все, кореже дьем, гибаешь и как-то нога как-то интересно выглянет. Вот так вот начинает трясти. Это очень и очень нехорошее. А ты мать оборщенная. Тебе кажется, он там уже со святыми знается. Среди грешников даже он не может еще стоять. Может про святые говорить. Коля, а зачем ты так в храме ведешь себя? Когда разговариваешь? Выйди, выйди. Сюда ставь. Повясни, почему у тебя что-то болит? Зачем ты ноги так вот отставляешь, трясешь? С непрерывной. Притом даже одной минуты нет, чтобы спокойно стоял. У нас у православных стоять, руки можно даже опустить, крестообразно поставить руки. То есть на причастие так идут. Но ноги не поджимать, а так коленки. Это Григорий Богослов сказал. Ты, говорит, не жирай на болоте. Зачем ты так всяко трясешь? У тебя болит что-то еще? Или ты не сам это делаешь? Я тебя спрашиваю. Если два раза я спрошу, ты не ответишь? У меня болят ноги. Не понял? У меня болят ноги. Ноги болят, да? А как они болят у тебя? Мама про это не говорила, что болят ноги. Говорит сейчас. А от того, что ты вот так вот мотаешь, она перестала болеть или что? Да на молитве ты замри, у тебя на в рот они болеть не будут. Причины нет такой, что болит. Как она болит? Она облегчить никак нельзя. Болит эта рана. С тыла вонзилась, ее надо вытащить. У меня болят обе коленки. Почему? Потому что это старость, там уже накапливается, что не надо в коленях. Все время шарелось, я все время по комнате мотаюсь и мотаюсь, схожу. Ну и от этого она лучше делается. Почему ты так делаешь? Ты ответить не можешь, да? На весь. Понимаете, святые во всем этом усматривали самую суть. У нас была в лагере девочка одна. И она делала так. Вот впереди стоит эта девяносто лет бабушка. Она наклоняется, она вот так раз ей на платье наступит. А она поднимается. А как поднимается? Серафима говорил ему, старенькая девяносто с лишним, но она никогда не сидит. Никогда не сидит. Никогда. Девяносто первый год. И она все время на работе, как живщик. Вот так вот. А зачем ты это делала? А если она встала, она потихоньку сзади разверт, платье дернет. И стали допрашивать. Она говорит, а я не сама делаю. А кто? А вот тот, который меня заговорит, и дерни, дерни ее. Дерни. Она ходит в храм, причащается. Я говорю, а ты можешь его нарисовать? Могу. Мы дали ей бумагу, она нарисовала. Нарисовала, ну понятно, кто он такой. А где ты его видишь, когда он где? Ну у него, говорит, глаз нету. Она глазами не нарисовала. Говорит, глаз у него нету. И у нас это сохранилось в записи. И родители, когда узнали, они там заволновались. Что-то на работе там скажут. Ну глупости, конечно. На работе кто-то что-то скажет. Никто и не смотрит. А во-вторых, скрывать это никак нельзя. Наоборот надо, чтобы все, знаете, постигла большая беда. И она здесь. Девочки в днем начинают обуваться. А что ты обувший, почему? Ну-ка, снимите свои щелки. Шлепанцы. Когда такие шлепанцы надеть девочке не может, их нету. А кто-то видел, что она тут поверила. Ну ее девочку, а ты ее брала? Не брала. Ну а кто-то видел, с той стороны шел, видел. Вот у нас там есть печь русская. И к ней трудно проходить между одной келью. Она между ними. Дальше залезть нельзя. Она залезла туда, где большая башня и траву забросила. А зачем? Он сказал бросить, чтобы она искала. Сама вот такая вот. Мне дали что-то. Она ей говорит, а ты укуси ее за руку. А ты понимаешь, что это плохо? Да, родители стали скрывать. Скрывать. Приводили ко мне. Мы молились вместе. У меня душа болела. Они какие-то операции уже делали. Я на руках молитвы. Каждый день молился и ждал ответа. И вдруг получше. Стало лучше. И лучше, и вдруг незаметно. Потом я скажу, что скрывать никогда не надо. Первый том я на Златоусте написан Стагирью. Друг у него был в Златоусте. Учился в школе, институт. Такой парень был. Княжеский сын. Ну, то есть перспективный очень. И стал монахом. Стал монахом и стал веснователем. Иван Вас зато спрашивает, как у тебя случилось? Когда я спал, рот раскрыл, и там страшная черная свинья во меня залезла. А отец-то, родоначальник, он как теперь монахом ждал жару. Мой сын был нормальным. Когда он стал ненормальным? Да это с вами связано. Вы вообще весноватые все. Иван Златоуст составил молитвы на крещение. Об весноватых. Об весна небеса. Но если он составил, то он их и знает. Он знает, что силы от молитвы. Никакой силы нет. Иван Златоуст говорит, на вершинах гор живут монахи. Это вершина. Они там, говорится, задним местом ледники топят. Как у буддистов. К ним ведут, немало не поверят. И тогда Златоуст садится и пишет. Промысл Божий. Провидение. Так назначено. Получишь великую награду. Когда бывает, что там отходишь от этого. Вот я рассказываю. Здесь приходят к нам молиться. Это от Алеши. Это внук. То есть сын Владимира. Владимир отец Александр. Который живет здесь. Пенсионеры живут. Владимир. Вот Александр этот. Он глубоко верующий был. Этот человек столько войну прошел. Был на качарных радиостанций Рокоссовска. Соединяя линии. Говорит. Тут как картошку садят. Осколки свистят. И у него ни одного ранения нет. И когда он в Германии был. И он там встретил книгу или что о масонстве. И стал рассказывать, что весь мир захвачен масонами. И его стали судить. В сталинское время. И почему там Мякулов. Это первый заместитель Берии. Участвовал в этом. Я по сей день не знаю. Видимо так. И его судили. Приговорили к расстрелу. Александр. Поняли вас расстреляют. Он говорит. Поняли. Иду ко Христу. В войну пошел. Надо писать. Обжалование. А зачем? Мне это не надо. Я желаю быть расстрелянным. Кого пугать-то, когда он тысяча раз пуганый-то. Но они сами написали. И суд наш самый милостивый в мире. Ему двадцать пять лет дали. Пять лет поражения в правах. И пять лет на высылке. Двадцать пять. Всего-то. Но сталин скопытился. Через два года четыре месяца он скопытился. Со Сложеницевского рождения скопытился. То есть животное. Пало мерзкое животное. И вот он в храме, когда уже вернулся. Молился. Молился в храме. И впереди бесноватая. И дают когда агиясма. Там святая вода крещенская. А женщина одна кричит. Не хочу. Ей дают руки. Она не хочу. И вдруг он отпускает ее минуту. Она хватает. Давай. Только схватил обратно. Он опять не хочу. А он говорит, сзади стоит Александр Иванович. Он молится. Такой молитвенник. Я не знаю больше. У него десять детей было. На всей работе. Где бы он ни работал. Дети работали. У него высшая шкала. И здесь тоже. Я стою и думаю. Демон боишься. Выйди именем Иисуса Христа. Повелеваю тебе. Выйди из нее. Только кончина молится. Она впереди стоит. Она повернулась ему. Александр Иванович. Он тебя нисколько не боится. Он-то молится ей всем напряжением. Хотел помочь. А она стоит молится. Знает он. Не она. Он знает. И ей сообщает. Он тебя нисколько не боится. Дали все-таки где-то выпить. Дали живущую судьбу. Я не знаю. Поэтому надо этого бояться. Вот эти разные крутасы. Крущение. Я не могу болеть. Это глупости боги. Нет. Это другое. Человеку это не свойственно. Есть такое выражение. Это человек может сделать в храме то, чего делать нельзя. За пять копеек. Понятно? Откуда все появляется. И мы ежедневно молимся. И зваем меня от лукавого. От лукавого. А бывает животное. Да, у Яники было. Все собаки начали выть. Выть. Кошка болеет. А это выть. Воет. Еще он нашел лекарство. Сделал губину. Пошел. И всех собак переколотил. Святой Яники. Это житие его такое. Как он их бил там я не знаю. А то сегодня если ты в чужой двор зашел. Да прутиком собаку стягнул. Чтобы не лаяли. Да ты. Да ты тиран. Да ты деспот. А он их переколотил. Жить есть святую не осуждает его. Звери тоже попадают под влияние рискования. И они неуправляемые. И притом делает такие дела. Разговаривает с человеческим голосом. Вот один из Симона Волхва был огромный черный пес. И люди когда приходили к Кашпировскому там. Или Мессинг Вольф. Он знал мысли людей. Выходил и говорил. А этот пес все знал. Он стоял и слушал. Что говорили. Один подходит и говорит. Этот Симеон то он ничего не знает. Это ему демон говорит. Он прям бросается в горло. Рвет ему. Пес. Это демон. И когда молились. Говорили. То видно было. Черный пес вышел. И голова попола волосчица. В виде таком является. И на самом деле демона. Поэтому надо серьезно отнестись. Говорят. Какая самая большая победа демон. Ну побед у него много было. Там правителя. Он на свою сторону перетащил. Законы дурацкие издают. Винальные истицы. Там все демоны делают. Ну а что делать как? Ну а какая самая большая победа? Я ответил. Самая большая моя победа. Я сумел доказать что меня нет. Вот самая большая победа. Раз меня нет. Вы сами с собой боритесь. Меня не признаете. А я действую в вас. Я буду наворачивать как хотите. Поэтому. Внимательно слушай. Он пустоглазый смотрит куда попало. Слушай. Я уже несколько раз. Зачем сел кто-то стоит? Зачем? Я говорю о страшных вещах. Которые были здесь. Это может быть с каждым. Вот однажды Александр Иванович лежит. Спит. Только ложился спать. Говорит. Слышу. Крючок открылся там. Наружные двери. Идет. Хлопает ногами. Я вижу. Дверь открывается. Заходит. Я вижу. Вроде вижу и не вижу. И подошел вот так. Одеяло натянул. И начал душить. Обычно кто-то молитву считает. А я решил так. Ну души и души. Посмотрю какая у деда сила. Он с демоном как раз говорит. Другая была такая. Так же точно была. Говорит. Я молилась. И в это время он. Дверь хлопнула. Дверь заперта была. Я говорю. Как шмутного подъяло. За мужа спряталась где-то. И он где-то молил ее. Видимо муж верующий был. То есть называется он под видом домового приходит. Но вы. И что я говорю. Я не страхи на вас нагоняю. Я с именем Иисуса все превозмогу. И тот кто. Вас больше того кто в мире. Не боюсь. Извини сатана. Во имя Иисуса Христа. Он искупил меня крови своею. И когда к двери подходишь. Утром скажи. Отрекаюсь сатаны. Всех делаю. Всех ангелов. Всех гордыни его. И не бойся там тебя какие-то высокобольтные. Сейчас говорят там генераторы ставят. И прочее. Другое все это. Шагай через порог. Как молния впереди тебя полетит. Ничего не будет. Вот сегодня мы маленький урок получили. Как бороться с демонами. И поэтому. Николай. 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 Я думаю там какой-то богатырь. А где же он? Шмыгает. Носом стоит. Так. Мне лишь неприятно сегодня много людей погибли. Так. Мы за стол садимся. Мы за стол садимся. Ого. Человек. Человек. Да. Возьмите воду здесь, обманете. Я каждого пропью там. Перепреститесь. Попивайте, я сейчас помогу с компьютером.